Всем большой привет! Сегодня, как я и обещала, будут губные помады компания Фаберлик и, наверное, это будет первая часть. Что ж, давайте посмотрим, что у меня есть. Кстати, последнее видео о помадах я снимала 5 месяцев назад. Ну, в общем-то, не так уж и давно, но все равно. Сегодня я забрала заказ Фаберлик. Это новая помада Glam Team Satin Kiss. У меня в оттенке, значит, сейчас буду показывать, 4387. Вот так выглядит помада. Классная, мне прям так нравится. И давайте посмотрим цвет помады. Такая розовенькая, да? Ой-ой-ой! Через телефон неудобно смотреть. В общем, первая помадка. Дальше. Ну, давайте, которые были, так скажем, недавно куплены. Вот такая от Фаберлик. Это яркая фуксийная помада. Она немножечко суховата, но она матовая. Очень яркая. Так, здесь номер 402-08. Дальше. Дальше давайте вот эти мои две любимых помадки. Они, знаете, как помада Бальзам. Первая 406-99. Очень нюдовый, такой бежевый цвет. Полупрозрачный. Ну, можно его наслаивать. И еще такой оранжевый. Это уже оттеночек 406-93. Можно наслаивать. Вот так выглядит. Такой персиковый, да? Оранжевенький. Ну, вот это фуксия, конечно, вообще. Дальше. Что еще? Из таких новиночек 46-23. Ну, в любом случае, это те помады, которые не были у меня 5 месяцев назад показаны. Так, что у меня тут кольцо перекрутилось. Показала, да? 406-23. Такая вот, тоже розовая. И 406-20. Это немного такая прям розово-нюдовая. Видите? В общем, все. Одно и то же плюс-минус. Вот этот, кстати, цвет 430-71. Снятая уже линеечка. Я так долго хотела. Все смотрела на этот цвет. Ну, в общем, вот. Купила. И, знаете, как-то я его не ношу. По-моему, французский розовый называется. Или как-то так. Не ношу. Ой-ой-ой. Не ношу. Дальше. Что еще у меня есть? Так, из последних я, по-моему, вот эти две купила. Помадки. Их тоже, по-моему, выводят из каталога или что-то такое. В общем, что по акции я взяла 430-38. Значит, вот так открывается. Здесь зеркальце. Ну, тоже такой недофуксийный. Ну, можно сказать, да, фуксия. Очень яркий. Но, знаете, здесь почему-то цвет розовый. Такой сиреневый. В жизни он немного даже оранжевый. Как-то вот не очень правильно, мне кажется, передается этот цвет. И следующий 430-36. Это уже такой розовый, немного нюдовый. Вот, видите. Ну, помады все-таки вот это тоже более оранжевое. Мне кажется, неправильно передает камера. Ну, в общем-то, розовые и розовые, да. Так, это старая помада 440-52. Тональный крем, что ли, выпачкала тональным кремом. Это лиловый какой-то там оттеночек. Вот он, видите. Я как-то, знаете, сначала им прям любила пользоваться. Потом что-то он мне не нравился. Потом я решила его, значит, Project Pen, чтобы израсходовать. И сейчас вроде как нормально пользуюсь. И 440-48. Это такой очень-очень нюдовый. Но, знаете, он такой немного даже выбеливающий нюдовый. Все-таки здесь он на камере ярче. Так. И еще 3 помадки есть у меня от линейки Рената. Рената тоже уже снятая линейка. В общем, знаете, такие у меня здесь подборка золотых помад, да. Что за номер? 401-70. Я как-то прям любила одно время Ренату, носила. Это такая розовая, яркая, немного с коралловым все-таки подтоном. Но здесь почему-то вот совсем другой оттенок. Так. Еще Ренаточка. 4174. Какой цвет? Это, по-моему... А что это за цвет? Ну, в общем, вот такой. Чуть-чуть потемнее. А следующий, по-моему, как-то там называется натуральный. Если я не ошибаюсь, 401-71. Да, вот этот натуральный, я его больше всех носила. Он такой и чуть-чуть коричневого в нем есть, и лилового, и розового. Вроде как темный, но на губах нормально смотрится. Помада очень такая, знаете, питательная. Но при этом хорошо держится лично у меня на губах. В принципе, мне прям она нравится, устраивает. Так, еще у меня есть и лаки для губ. Это тоже снятая такая линеечка. Давайте посмотрим. 439. Это, по-моему, светло-светло-розовый. Да. Видите? Такой вот он. Ну, это просто блеск для губ, конечно же. Он очень плотно ложится. Очень так глянцево, очень густой. Такой барбишный, знаете, розовый. Дальше. 444. Этот цвет больше коричневый, наверное. Да, такой коричневый. Вот так. Где тут? Вот, видите? Очень глянцевый, действительно. Чтобы не укатывались. И еще один 443. Этот цвет, но он уже бежевый, такой светлый. Ну, мне он, если честно, светловат. Он немного рыжит и светлит для меня. Хотя я светленькая, в принципе, кожа у меня светлая. Но, мне кажется, вот последний мне не очень идет. Мне кажется, больше он подойдет. Все-таки брюнетка мне вот так видится. Дальше. Что еще есть? Так, у меня вот эта любимая помадка моя. Берри Кис. Тоже снятая. Здесь, к сожалению, нет ни номера, ничего. Наверное, на какой-то наклеечке он был. Но я выкинула. Поэтому ничего не вижу, ничего не знаю. Какой-то, наверное, арбуз. Я так прям предполагаю. Гелевая помада. Причем хорошо держится, увлажняющая. Мне нравится. Я вот все думаю, купить еще такую. А, ну я уже не куплю. Это по баллам можно было взять. Сейчас такой, к сожалению, уже нет в каталогах. Вот. А я все думала. Их было три, по-моему. И я все думала, какую же взять. Чтобы не ошибиться, такую же не взять. Вот. Ну теперь, в общем-то, я никакую уже не возьму. Так. Еще у меня есть вот такой вот спорты пляж маркер. Под каким артикулом? 408.11, по-моему, да? Так. В общем, да. 408.11 просто завернулся. Куда нанесем? Ну, знаете, вроде как маркер. Вроде как водостойкий. Но. Вот он долго держится. Если не облизывать. То есть, если вы облизали, цвет стирается. Ну, а о какой водостойкости идет речь. То есть, совершенно не водостойкий. Так. Что еще? Новинка вот это вот масло для губ. Которое первое вообще время мне ужасно пекло губы. Не как ментолом охлаждало, а именно, знаете, как перцем пекло. Ну, сейчас как-то, наверное, губы подпривыкли. Ну, печет, но не так уже сильно. Ну, в общем, абсолютно без, так скажем, бездельная безделушка. Полностью прозрачная. То, что здесь указаны какие-то блестки, их совершенно нет. Сейчас я попробую фокус поймать. На губах не видно вообще ничего. Ну, насчет увеличения особого сильного увеличения губ я тоже не заметила. Так, что еще? У меня еще есть вот такая вот старенькая помадка в карандаше. Уже снятая, значит, фокусируйся. 4198. Уже стерты там цифры, тоже плохо видно. Вот она такая розово-оранжевая, но она вот, видите, какая вся такая покоцанная. И вот она сама по себе очень мягкая помада. Вот мне кажется, это не та помада, которая должна находиться именно в таком стике. Вот ее цвет. Она розово-коралловая. Красивый, не держится долго. И вот такая вот, знаете, совершенно непрезентабельная упаковка. Через там 5 применений все облезло. Ну, в общем, так себе. Так, что еще есть? Кстати, у меня есть вот еще вот таких вот линейчик подороже. Фаберлик. Помните, раньше такие были помадки? Тоже вот так она достается. Вот здесь. Смотрите, какая красивая. Это оттенок. Нет, тут оттенка уже все стерлось. Я его очень хотела. Такой розово-лиловый. Очень долго на него смотрела. Потому что цена немножечко, ну, как бы выше, чем у остальных помад. То есть это вот из вот этих вот серий были, да? Из таких подороже помадки. Хорошо, кстати, пахнет. Пахнет хорошо до сих пор. Чем-то таким вкусным, сладеньким. Ну, цвет, да? Что ж я не показываю цвет? Вот. Помада на самом деле не испортилась. Хотя я думаю, что срок годности у нее прошел. Ну, как-то ее тоже, по-моему, в Project Pen, значит, решила поместить. Ну, не очень-то я слежу, да, за этим Project Pen, поэтому уж, ну, есть и есть. И вот такая еще очень старая помада. Кто помнит, вот такая вот линевичка. Тоже нет уже ничего, ни артикула, ни названия, не помню. Розовая, яркая, дико ярко розовая. Смотрите, прям, ну, вырви глаз. Розовая. И она, да, ну, она так и раньше, знаете, немножечко комковалась. Нужно так подраспределять. Я ее пальчиком даже разношу. Во-первых, она слишком яркая. Во-вторых, она очень плотным слоем наносится. Поэтому все-таки я предпочитаю ее немножечко, знаете, так растирать на губах пальцем. Так, слишком близко, фокус ловит, а потом не это самое, обратно не ловит. Так, моя любимая линейка матовые помады, жидкие. Это 40461. Не хочет, да? Да, вот 461. Вот такого цвета. Цвет здесь прям совпадает, знаете. Все хорошо. Ой, попасть бы через телефон. Дальше. 462. Не хочет. Ну, в общем, поверьте мне, 462. Это был розовый кварц. Это розово-оранжевый. Красивый очень цвет. Очень красивый. Так. Не попадаю. Что еще у меня есть? Значит, 464. Не хочет. Смотрите, что вытворяет. Не хочет. Мелкие, наверное, слишком циферки. Этот уже темненький такой. Отлично вообще смотрится. Классно носится. Не сушит губы. Вообще вот из матовых это мои любимые. И 469. Ну, не будет он фокусироваться. Вот. Просто верьте мне и все. Вот. Значит, эти два цвета очень похожи. Рядом, когда сводчи, да, они, в общем-то, немного разные. Этот последний потемнее. Но на мне они очень похожи. В принципе, можно было бы один какой-то из них купить. Не два. Но если есть два, то уже все. Есть два. И мне кажется, им, знаете, с носу просто не будет. Но особенно в таком большом количестве помад. Еще у меня есть. Это 4330. Это база для макияжа губ. Так, что-то тут. А, это я, по-моему, после какой-то матовой помады сверху наносила. Потому что что-то мне сушило. Какая-то помада, я уже не помню. Ну, в общем, очень много. Здесь, по-моему, 8 грамм. То есть в обычной помаде, если 4, то здесь 8. То есть вы здесь покупаете просто две помады в одном стике. Очень хорошо пахнет. Пахнет какой-то такой фруктовой кислиночкой. Вроде сладенькой, кисленькой, вкусненькой. Вот. И хорошо ухаживает за губами. Я это даже не как базу для, значит, для губ наношу. О, как просто какой-то бальзам. Единственное, что крышка вот вся полопалась. Но средство неплохое. И все-таки, да, немножечко помада дольше не держится. Но немножечко, знаете, вот структура губ. Разглаживаются морщинки не сильно. Но есть такой эффект. Я замечаю. И еще вот у меня в использовании помада зима снятая линейка. Я ее, по-моему, в прошлом году покупала. В прошлом году выпустили новую. А это уже как бы красная была уже все. Знаете, там за какие-то копейки. Вот тоже. Мазала, видимо, сверху какую-то помаду. Ну, очень густая. И очень такой запах. Неприятный запах. Вот. Поэтому вот этим бальзамом я не пользуюсь. Я в основном вот этим вот, значит, средством для губ базой пользуюсь. Как вместо бальзама. Все. Вот это, наверное, будет у нас первая часть. Не буду сильно долго снимать. Вот. Завтра, наверное, будет вторая часть про помады. Все. Всем спасибо за просмотр. Вот такая я, значит, вся розовая, да. Как всегда, жду от вас лайки, подписку. Все. Пока-пока.